Окупация, мародерство, разруха, издевательство, расстрелы, пытки и смерть. Для жителей киевских пригородов именно эти слова теперь стали синонимами братского народа и русского мира. Очень страшно, очень. Когда возле нас останавливалась колонна, мы даже боялись дышать. Мы не знали, что от них ждать. Они стояли под забором с того дома и все с автоматами. Сюда, на дом. На нас все смотрели. Наташа с ужасом в глазах вспоминает первые дни войны. В своем небольшом доме вместе с мужем они укрыли 17 человек, которые пытались спрятаться от российских оккупантов. Вечером пришли три русских и один бурят искать, где заночевать. Я им говорю, смотрите, у нас 17 человек. Куда мы пойдем? Из них 8 детей. И мы только с камин этого греемся. А все потому, что русские освободители обесточили село и методично обносили все дома. Подушки, одеяло, наматрасники, полотенца, чайники, посуда. Все забрали. И всю посуду, и вилки, ложки, ножи, и кастрюли. Все забрали. И все позагаживали. А ковры на втором этаже, извините. Ну, они их просто обоссали. Если бы это были войска, то это туда-сюда. А это настоящая орда. Грибут все. Голодные, затрипанные. За время оккупации семья четко научилась отличать, кто на этот раз пришел грабить их жилье. Кадыровцы холеные. Под стволом говорят. Где деньги? Где деньги? Где сейф? Убью. Ну, стреляй. Я ему говорю, сюда уже приходили ваши с ленточкой. А он, это не наши, это русские. Как они дистанцируются? А это делают потому, что истинные русские военные не брезговали брать даже нижнее белье. Тут БТР заезжал. И он вот так сперся под дверью с пулеметом. И те носят, а он стоит. Не знаю, можно ли это говорить. Нихуя, тепловые хохлы живете. И жили бы дальше, если бы освободители не пришли. Пришел один такой с понтами и говорит. Вот сейчас придет Путин и заживете. Вот заживете при Путине. А брат говорит, а у тебя лучше дом? Ты лучше живешь? А он так посмотрел, нет, не лучше. Поэтому и приперлись в украинские дома. Кстати, территорию Натальи, где жили 17 человек, российские солдаты использовали как базу для тяжелой техники, которая ежедневно отправляла сотни ракет на жилые дома. Как нам сообщили местные, это просто ужасающий факт, потому что именно в этом месте располагался град. И местные слышали, как отсюда с утра влетали снаряды в сторону Гастомеля. Мы тут рядом живем. Я проснулась, а они стреляли. То ночью, то с утра. И вот так эти полосы летали туда, оно как будто светилось все. То сначала было непонятно, а потом увидели, что они вот туда палят. Стреляли не только с градов, но и с автоматов. Правда, тут уже по местным. Так сказать, для порядка. Я надела яркую куртку, так как они сказали в черном не ходить. И я только к ним под забором дохожу. Боже, и они мне сзади по ногам. Как начнут стрелять? Я думала, что Богу душу отдам. Так в страхе за жизнь детей, под пулями, градами и минометными обстрелами, без еды и воды 17 человек прожили две недели. А потом им удалось вырваться из этого ада. Они буквально проскочили на волю в один из гуманитарных коридоров. Люди выжили, чтобы рассказать всему миру, какой он настоящий русский мир.